Хо-хо-хо, то вы просто будете на седьмом небе, язык проготите. Ты не заметишь, как и всю бутылочку приговоришь. Но остановитесь, потому что сейчас будет самое приятное. Хорошо. Как приятно выпить чарочку и соус, 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 соус. Я пока не съем весь кусок, я отсюда не уйду. Я очень-очень-очень сильно доволен. Итак, что у нас есть? А у нас сегодня есть отличный, вот такой здоровенный, громадный кусок бычьей шеи. Шея весила 10 килограмм. И у меня чистая вырезка без косточки на 4 килограмма шейки. Посмотрите, она такая розовая и классная. Но в то же время она достаточно жесткая. И сейчас я приготовлю так, что она будет мягусенькая, как будто бы это сладкая вата. Класс! Для того, чтобы ее сделать обалденной, мягкой, вкусной, я использую такие пряности. Мускатный орех, розовый перец, зеленый перец, черный перец, шалфей, пара зернышек душистого перца, два бутончика гвоздички и несколько коробочек кардамона и соль. Все это я растираю в ступке и хорошенечко натираю шейку. Она супер! Для того, чтобы пряности легче легли на мяско, я его смазываю оливковым маслом. Хорошенечко массируем мяско. Аромат свежей телятинки и свежего оливкового масла пирового отжима – это мизинное наслаждение. Класс! Мускатный орех прекрасно передает все свои оттенки аромата. Он подчеркивает вкус молодой телятинки. И теперь я аккуратно складываю быщую шейку в аккуратный рулетик и связываю его кулинарным шпагатом. Шейку я связал кулинарной нитью. Супер! Сейчас она будет отдыхать в холодильнике до завтра. А завтра утром я ее поставлю в духовку при температуре 100 градусов. Но не просто так. Посмотрите, какое красное золото. Это красная смородина. Быщая шейка будет в соке из красной смородины. Это будет просто великолепно. Я измельчил красную смородину блендером. Получилось вот такое очень нежное пюре. Его даже не нужно процеживать. Оно кисленькое. И я его закипятил. Вот в этой кастрюльке у меня супер-пупер бульон из говяжьих галяшек. Он был очень наваристый и застывал как желе. Я его тоже закипятил. И смешиваю бульон и смородину. Потому что смородина слишком густая. И в процессе приготовления мяска она возможно может пригореть. Поэтому мне нужно побольше жидкости. Я использую одну часть бульона и две части смородины. Выкладываю на противень. Духовочка у меня разогрета. И сделала температуру в пределах 90-92 градуса. Из-за того, что кусок мяса весом 3,5 килограмма, он будет прогреваться до температуры 90-92 градуса, я думаю, не меньше двух часов. И вот с этого момента мы начнем отсчет времени для приготовления. Я заливаю мясо этим прекрасным соусом. И красиво его закрываю фольгой. И отправляем в духовочку. Это будет самое медленное приготовление. И возможно оно будет идти часов 6-8. Посмотрим, как будет вести себя соус. Бычья шейка уже готова. Она провела в духовке ровно 9 часов. То есть она грелась ориентировочно около 3 часов до температуры 98-100 градусов. И еще около 6 часов медленно-медленно томилась. Соус, которым она томилась, я упарил. И с него получилась обалденнейшая, очень вкусная, вот такая густая подливка. Мясо уже отдохнуло минут 20-30. Соки все разошлись. И теперь начнем пробовать. Шейка вот такая нагусенькая. Вот это желе. Это раньше были очень жесткие пленочки. Теперь получилось вот такое желе. У меня в руках очень ароматная смесь из зерновых. Здесь смесь овса, ржи и кукурузки. Очень ароматная. Мягко пьется. Как приятно выпить чарочку хорошей зерновой водки вечером, после своих подвигов. Мяско. Оно сочное. Я еще не знаю, как его лучше подать. Теплым или холодным. Все мне подсказывает, мой опыт подсказывает, что его лучше подать холодным. Оно тогда будет более плотное. Сейчас оно просто в руках вот так плывет. Аромат, такой нежный аромат молодого теленка. Молодая телятина. И соус из красной смородины. Вот такой густой, как будто бы шоколадный соус. Я попробовал отдельно соус. Он кисленький, абсолютно без сахара. Там все естественные витаминчики сохранились. Это настолько необыкновенно, настолько нежное и сочное мяско и соус. Без соуса это было бы просто очень вкусное мясо. Но именно соус из красной смородины, это вот. В этом соусе мяско томилось. И теперь я соус упарил и кушаю мяско соусом. Это настолько обалденно. Мне просто слюнки во рту не помещаются. Надо обновить. Смесь из зерновых. Она настолько вкусная, что ее можно пить с таким удовольствием. Не заметишь, как и всю бутылочку приговоришь. Класс! Вы взгляните, какой огромный кусок мяса. Он таким огромным и остался. Абсолютно не ужарился, не упарился. Все твердые частицы превратились в нежнейшее желе. Очень вкусно. И соус, 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 соус. Класс! Щербет! Я пока не съем весь кусок, я отсюда не уйду. Как я рад, что я угадал именно в таком сочетании. Нежная келятина и молодая красная смородина. Настолько бомбейское сочетание. Друзья, я так хочу поделиться с вами этим вкусом. Это радостью такого шикарнейшего блюда. Это просто королевское блюдо. Это настоящий триумф любого повара. Так классно. Особенно, когда этот повар умеет делать такие обалденные, вкуснейшие дистилляты. Или по-нашему зерновые самогоны. Хорошо. Я очень-очень-очень сильно доволен. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки так же, как и я. Вот такие громадные, потому что это по-настоящему очень вкусно. Пишите комментарии. Если вам понравился мой канал, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. А-а-а-а.